Запись пошла. Всем привет снова. Значит, сегодня у нас тема по обработке фотографий. Мы завершаем с вами третий модуль, третий блок. И встречи сегодня у нас будет минут 20, может быть, меньше даже, потому что небольшой объем материала, всего лишь несколько вещей, как я вам хочу сказать. Значит, смотрите, смотрим, где мы сейчас. Напоминаю, просто на всякий случай смотрим ваши фотографии, там совсем их немного. И чуть-чуть пообщаемся, два слова скажу о том, что у нас дальше. Дальше все легко и понятно. Мы с вами завершаем модуль номер три, то есть все, что нужно было по информации знать, все, что основное, что предполагалось, мы все прошли. Дальше, если где-то не хватает информации, если где-то что-то пропустили, то ваша задача мне об этом сказать. Моя задача посмотреть, поискать, где такие моменты могут быть, а ваша задача мне об этом сказать, чтобы я понял. Так, дальше у нас, смотрите, зачет, работа над ошибками, экзамен. Я думаю поступить так. Если, допустим, кто-то снял сразу зачет, все усвоил, все получается, и следующую съемку сделал полноценно, и все получилось, то я думаю, что он уже вправе получить сертификат, сувенирный сертификат. И дальше просто с нами наслаждается и приходит остальное занятие, снимает все, что хочет, потому что он заслужил. Если что-то не получилось, то есть те, кто сдали сразу экзамен в виде зачета, то уже все, могут получать свой сертификат. Но могут также с нами оставаться. Те, кто увидит, что какие-то моменты еще нужно улучшить, может быть, это опроботка, может быть, работа с моделью, может быть, композиция. Мы сделаем какие-то специальные, индивидуальные, простые упражнения, отработаем их, и после этого еще раз делаем финальную съемку, и все. И все. Так что у нас осталось полноценно недели, чтобы все докрутить, что еще у нас не докручено, что у нас еще нужно подтянуть. О, Александра пришла к нам в чат. Александр, поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы меня слышите, если вы меня видите. Так, значит, переходим к нашей основной части сегодняшнего занятия. Смотрим ваши снимки. И сразу хочу сказать, Александр, это замечательно, что вы меня слышите и видите. Хочу сказать, что в целом для мобильной фотографии получается все хорошо. Хорошо. Самое главное, что вы не выкручиваете ядовито цвета, как это многие делают. Отдреваются до фильтров. О, наконец-то можно все накрутить, делают гигантские губы, фиолетовое небо. Все, что не нужно делать, делают. То, что нужно делать, не делают. Мне очень понравилось, что вы аккуратно работаете с цветами. Если где-то нужно, вы подрезаете фотографию. Но единственное, мы сейчас это увидим, вот этот фильтр размытия заднего плана. Он, конечно, соблазнительный, но очень много, где он дает помарок, где он не точно отрабатывает. Есть снимки, где отлично все. Есть снимки, где не очень получилось. И мы сейчас с вами все это посмотрим. Имена я сегодня не писал и чуть-чуть перемешал снимки, чтобы нам было удобнее их смотреть. Что касается, начнем с таких легких, красивых фотографий, которые получились настолько, что вопросов нет никаких. Эти снимки такого плана, как пейзаж, вы можете на свой вкус как угодно. Ну, в плане оттенков можете как угодно крутить. И это все будет приемлемо, если цвета кажутся естественными. Здесь вопросов нету. Все приятно, все красиво. Вот этот снимок, вот здесь, видите, башенки на место поставили. Все красиво стало. Здесь тоже самое. Немножечко тени синие, но так может быть. Если хотите синие тени, пожалуйста. Если не хотите, то просто нужно, значит, посмотреть, как синий цвет увести в черный. Может быть, тени просто сделать темными. Видите, чуть-чуть здесь синие. Дело вкуса. Только вашего вкуса. Нет правила, что тени должны быть обязательно черные, либо они могут иметь синий оттенок. Как захотите, так и будет. У вас все инструменты для этого есть. Все хорошо, все замечательно. Я просто хотел показать, что с пейзажами у вас никаких сложностей нету, что пейзажи вы можете снимать. И даже вот такие вот потрясающие абсолютно снимки у вас получаются. Я прям любовался этой фотографией. Все великолепно. Но дальше смотрите. Здесь есть небольшие погрешности из-за вот этого вот фильтра. Чуть-чуть. На этом снимке, может быть, здесь не очень видно. Несмотря на то, что мы максимально стараемся, маленькие-маленькие погрешности, их видно. Их видно вот здесь вот. Вот здесь вот где цепь. И где задний план размывается. Это не так-то просто сделать. Мы же имитацию делаем, имитацию того, как бы это было на автопрад. И для телефона, если маленькие изображения, то все отлично. Но если вы хотите большую фотографию делать, то я советую вам делать это размытие, делать его не такой сильный. Тогда вот эти маленькие-маленькие погрешности не будут заметны. Вот и все. Тут все просто. Но на этой фотографии не сильно видно, а на других видно сильнее. Давайте посмотрим. Замечательный абсолютно снимок. Здесь красивые цвета у нас. То есть цвет здесь у нас красивый. И у нас здесь содержание есть. Здесь у нас ребенок так обнимает папу. Великолепно. Но мы здесь достаточно сильно размыли задний план, но он у нас размылся пятнами. Видите? Вот здесь вот. Здесь у нас листья не размылись. А внизу... Давайте чуть-чуть по-другому нарисуем. Вот так вот. Вот видите? А внизу у нас часть не размытая, а вверху сильно размытая. Так быть не может. Лист у нас ближе к нам находится. Как может быть, что лист ближе к нам размыт, а задний план не размыт? Вот асфальт видно. Так, это вы про тот снимок по поводу асфальта? И здесь вот над головой тоже видно. Я думаю, что искусственный интеллект свое возьмет, потому что это все развивается очень активно. Вы видите, что телефоны все сильнее и сильнее, все больше камер ставят, и все больше приложений, которые действительно умнее с каждым днем. И что нам просто нужно будет подождать и потихонечку эта проблема будет решена. Так что вы просто будете нажимать на кнопочку, и снимок будет самоопрабатываться все точнее и точнее. Будет, так сказать, программа самообучающаяся. Так что сильно переживать по этому поводу не нужно. Я думаю, что в нашем случае просто нужно чуть меньше размывать задний план, когда он не размывается так, как хотелось бы. Смотреть за этим внимательнее и размывать его не так сильно. То есть здесь необходимости, чтобы прям так сильно размывать, особой необходимости нет. Здесь, смотрите, получается, чем более широкоугольный объектив, чем более общий план, тем естественным образом задний план должен быть чуть менее размыт. Так на фотоаппарате устроено. Телефон вот этой функции делает имитацию того, как на фотоаппарате. И так сильно в связи с этим, вы можете увидеть на снимках, обычно так сильно задний план не размывается. То есть если такой общий план, то чуть меньше размывайте, и все, тогда будет более естественно смотреться. Хотя здесь каких-то таких погрешностей сильных и не видно. Здесь маленькие видно, вот можно увидеть. Ну, маленькие, совсем-совсем маленькие здесь есть, что с одной стороны, допустим, вот вы можете видеть, вот с этой стороны под лавочкой у нас размылся задний план, а вот в этой части он не размылся. Эти маленькие моменты, они в целом все равно как-то на мозг влияют и показывают, что не по-настоящему, какую-то фальшь выдают. Поэтому чуть-чуть мягче с этим. Вот и все. То же самое, то же самое. Вот видите, вот эта вот граница, она жестко, жестко идет. Фокус, расфокус, сильно видно. Понимаете? Вот этот вот момент. Все видят? Напишите мне, что... Так, сзади кусок асфальта, видно, не разумеет. Напишите, пожалуйста, Регина, Александр, Анна, Ксения, все ли видят этот момент? Так, понятно, видно. Все, хорошо. Но это не сложно. Это не сложно, это просто нужно обратить на это внимание и работать с этим чуть поточнее, чуть помягче, потому что на некоторых снимках получилось, а на некоторых нет. то же самое, видите? Вот, есть фокус, нету фокуса. И здесь то же самое. Но здесь не так сильно заметно. Здесь чуть-чуть, вот видите, оно там так вот неестественно начинает появляться, чуть-чуть мягче, чуть-чуть мягче, вот и все. Так, еще, чтобы вам наглядно было. Еще, просто аккуратнее. Аккуратнее. Думаю, достаточно. Здесь с этими снимками хочется, вот здесь раз снимок, и два, и, по-моему, еще один третий, нет, два. Хочется чуть-чуть больше резкости добавить. Каких-то претензий к снимку нету. Все хорошо, все очень естественно. И даже то, что здесь вверху немножко размыто, очень-очень так органично все складывается. Единственный момент, можно попробовать самую капельку добавить резкости, как на вон том снимке, и еще больше хочется здесь, потому что вот этот малыш чуть-чуть, как будто бы капельку смазан получается. Попробовать, если станет лучше, замечательно, не станет ничего страшного, этот снимок хорошо смотрится, здесь все замечательно. По поводу, это Александр и снимок, по поводу вот этой фотографии и вот этой фотографии. Смотрите, такая здесь ситуация. Здесь работа с цветом, и Александра, я знаю точно, она уже начала изучать Photoshop. Работа с цветом кожи, это сложная тема, тема, которую даже если вы посмотрите одно, два, три занятия, даже если вы посмотрите, как это делать на Photoshop, не будет получаться сразу так легко, как хотелось бы. Очень сложная составляющая цвета кожи, и много всяких нюансов, везде есть, у каждого человека свой оттенок кожи, и при этом визуально наш мозг сразу воспринимает, правдоподобный тон кожи или нет. Хотя по составу вот эти вот данные, когда мозг воспринимает, вот этот вот правильный цвет, а вот этот вот неправильный, они очень близкие. В общем, очень тонкая тема. Я посмотрю именно с этими двумя снимками, что можно сделать, какой простой способ есть на телефоне. Если мы его найдем, то хорошо, если нет, не переживайте. Просто я думаю, что мы поищем. Здесь просто вот красный оттенок нужно ввести, но можно кривыми, я покажу. Я покажу отдельно, у нас специально еще есть время для этого, покажу отдельно, как исправить можно вот этот снимок, именно по оттенку. И посмотрим, что можно сделать с этим снимком. Не переживайте, все хорошо. И еще важный момент хотел вам сказать. Смотрите, здесь есть некоторая условность. Условность в чем? В том, что мониторы все чуть-чуть по-разному показывают. На телефонах чуть-чуть по-разному показывают тоже. У кого-то чуть больше яркость выставлена, у кого-то чуть меньше, у кого-то теплее телефон может показывать, у кого-то холоднее. Поэтому какого-то точного образца, как должно быть, в вашем случае его, в общем-то, нет. Потому что, чтобы правильно выставить, это нужно специальную фотографию, на которой всякие оттенки есть, ее нужно установить, посмотреть, не дается, все ли вам там градиенты видны. В общем, это целая технология. Поэтому для мобильной фотографии прям сильно голову не забивайте. Но когда видно, что есть какой-то неприятный оттенок, ну, здесь есть, видите, здесь чуть-чуть зеленый, а тут немножечко красный, то, конечно, желательно это поправить. Но покажу еще, что можно сделать с этим. Отдельно покажу, расскажу. По поводу вот этих снимков, по поводу этих снимков, вот эти два следующие. Правильно все вы делали, то, что можно делать на телефоне, но, как я и сказал, напишите, кстати, мне очень интересно, когда вы напишите, как вы это делали. Но, как я и сказал, что, скорее всего, будет такой эффект, что кожа становится как бы не настоящей, фотография становится как бы пластиковой. И это всегда будет происходить, когда вы не применяете, ну, до тех пор, пока какой-нибудь супер-супер умный плагин не появится, я пока таких не видел. До тех пор это будет проявляться, пока вы не загрузите фотографию в фотошоп, либо отдадите профессионалу, который применит специальный метод, называется метод частотного разложения, когда фактура остается на месте, когда, то есть, все по максимуму остается на месте, а тон кожи равняется, тогда фотография остается и естественной, ну, смотрится очень естественно, и тон кожи при этом становится очень приятной. Вот здесь вот можно заметить, что несмотря на... Ну, вот как пупсик, да, в этом плане есть, то она такая классная и милая, но немножечко она становится как бы игрушечная. Можете вы заметить. И кто согласен, поставьте, кто не согласен, Прямо так и пишите, не надо со мной соглашаться, потому что я только это сказал. Как вы видите, так и скажите. Вы можете видеть чуть-чуть иначе, не так, как я. Я сразу вижу на этих двух снимках, что она чуть-чуть становится, теряет настоящесть, теряет естественность. Это непростая тема, непростой способ, как это сделать, но если вы очень хотите, то этого можно научиться. Для этого нужно чуть-чуть ознакомиться с инструментами в принципе в фотошопе и всего лишь один метод изучить, метод частотного разложения. Да, это из-за того, что поры у нас исчезают, из-за этого получается такой эффект. Это не только с детьми, это с детьми, со взрослыми, с бабушками, с чем угодно, с кем угодно такой результат может быть. Здесь все хорошо. Ну вот размытие, ну да, ну вы знаете уже, это уже обсудили. Тон кожи чуть-чуть здесь такой красноватый, но в пределах того, как может быть. Здесь уже, на мой взгляд, с тоном, точнее не с тоном кожи, с яркостью много накручено. Красиво здесь у нас, видите, как у нас здесь красиво идет, размытие прям, прям очень, очень похоже на то, как оно должно быть, но меня смущает вот эти вот элементы. Видите, когда уже цвет, цвет лица становится совсем не настоящий. Мне больше нравится, когда это более естественные снимки. Вот. Здесь поприятнее, немножко красного оттенка много, но на этом можно сильно не заморачиваться. В вашем случае, что этим сильно голову забивать? Это совсем тонкости, совсем нюансы. И здесь очень хорошо, опять же, размылся задний план, очень похоже на то, как это по-настоящему было бы на автопорад. Здесь все отлично, все отлично. Можно, я это рассказал, но на мой вкус, чуть можно было тени попробовать еще осветлить, чтобы у нас на лице не было таких тяжелых теней. Попробовать, если что, может быть, нужно даже маску применить. Давайте попробуем ради эксперимента. Было бы замечательно. Замечательно. Мне очень нравится. Я вначале такие более сложные снимки взял, а в конце у нас сейчас уже заканчивается практически все легкие. Такие, точнее, те, которые прям вот настоящие, как на пленку снимали, как на кодек. И вот Регина сняла, сделала поправочку. Сделала поправочку на то, чтобы кожа была светлее, на то, чтобы лицо осветлилось, и все получилось. Может быть, кота тоже стоило чуть осветлить. Ну, хотя кот должен быть боевой. Так, замечательно. Здесь, я даже не думал, смотрите, вы молодцы. Взяли и сделали черно-белую, и черно-белая ей хорошо. Смело и классно. Здесь замечательно, смотрите, была темненькая, поправили, и то, как должно быть. Ни много, ни мало, а то, как это смотрится. Именно, именно то, что я от вас и хочу. Регина, умничка. Печальный КТ. Вот, смотрите, я делал, я обещал Александру, что я сделаю этот снимок. Я начал его делать, начал делать, мне не понравилось, что получается, оставил его, и ушел другими делами заниматься, и все помнил, что надо доделать, надо доделать. И сегодня, моего было какое удивление, когда я загрузил, открыл, и смотрю, Александра сделала. Но она сделала, смотрите, она сделала грамотнее, чем я делал, потому что она еще чуть-чуть подрезала сверху, я оставлял место сверху, смотрел, что-то не то. Александра сделала. Помните, здесь была машина, и кусты были приблизительно вот так вот, они как-то там вот шли, вот так вот как-то шли. А за ними была машина. Александра убрала их, и думаете, где она это сделала? В фотошопе. Это уже следующий уровень, и очень круто, что есть люди, которые для вас, как, например, этой темой интересны, и кто вот так вот движется. Так, смотрите, значит, по фотографиям все, мы все посмотрели. Какие вопросы есть, напишите, напишите мне, какие все-таки у вас сложности, мало, немало вам информации, хочется ли вам больше. Мне кажется, что для этого курса нам достаточно вот уметь просто аккуратненько подрезать, поправить цвет, и если сильно нужно, то какие-то объекты убрать. Если что-то более серьезное, вот, например, как Александр задний план такой сложный поменять, это уже нужно идти в фотошоп, что для наших, для ваших целей, для целей снимать для себя и не заморачиваться так, чтобы над каждой фотографией по полчаса, по часу сидеть, именно такой подход и нужен. Так, напишите, пожалуйста, мне еще раз, пока вы здесь, а я скажу, что дальше у нас. Дальше вам нужно сделать, если получится, вот до следующей встречи, если не получится, можете чуть дольше делать, то есть рассчитывайте свои силы, слишком быстро это делать, лишь бы бегом-бегом не обязательно, но смысл в чем, что нам нужно сейчас в итоге, после того, что мы уже выдохнули, все мы усвоили, нужно сделать фотосъемку, выбрать семь фотографий, самых-самых методом, которые мы прошли, аккуратненько их обработать, учитывая то, что мы сегодня с вами новое узнали, загрузить, и мы посмотрим, все ли получилось, если все получилось, то можно уже получать сертификат и дальше с нами оставаться, или, если что-то не получилось, то делаем работу над ошибками и все-таки снимаем. У вас два варианта, вы можете одну и ту же съемку дважды делать, например, вы можете работу с моделью, или модель сняли, что-то не получилось, сделали работу над ошибкой и еще раз сняли, можно так поступить, или вы сняли какую-то тему, которая может быть даже полегче, сняли ее, у вас все получилось, и вы после этого захотели еще одну тему, точно тоже убедиться, что все хорошо, тогда вы снимаете еще одну тему, в смысле, вот после у нас есть зачет, работа над ошибками и экзамен, вы можете успеть одну тему сделать спокойно, либо две, в зависимости от того, как вы хотите, как вы сами чувствуете. Вот и все. И смотрим, и мне кажется, что все у нас хорошо, все у нас так, как должно быть, и вы умнички, у вас все получается. Напишите сейчас мне, вот у нас 23 минуты пришло, одна минута еще до 24 минут у нас осталась, чтобы вы написали мне вообще, что вы думаете по поводу опроботки, довольны ли вы сами своими результатами, и определились ли вы уже с тем, что будете снимать на зачет, на экзамен, и успеете ли вы сделать это до вторника, либо вы хотите до пятницы, кто-то может сдать во вторник зачет, кто-то может сдать в пятницу, просто те, кто сдадут во вторник, успеют раньше приступить к работе над ошибками. Настю, конечно, Регина, в вашем случае, Настя, конечно, у вас все хорошо, вам просто нужно взять и сделать, если у вас была цель научиться снимать Настю, то у вас все отлично получается. Съемка с моделью. Съемка с моделью, думаю, нужно два захода сделать, то есть сделать съемку с моделью, посмотреть, что не получилось, если что-то не получилось, прям пойти и отработать. Именно этот момент я придумаю, как это усилить, и сделать еще финальную съемку. Но посмотрим, давайте вы сделаете, и посмотрим, что получается. Так, миру еще, а, не можете, жалко, потому что болеет, да, понял, понял, хорошо, поправляйтесь. Так, ну тогда все, тогда все, если больше вопросов нету, тогда я с вами прощаюсь, желаю вам отличных выходных, спокойно набирайте сил, смотрите, здесь сейчас уже не такой момент, что бегом-бегом что-то снять, это не тесты с объективами, не тесты со светом, здесь надо спокойно выиграть, выдохнуть, собраться с мыслями, все вспомнить, что вы прошли, и сделать лучшую съемку, выбрать лучшие снимки, обработать их аккуратненько, и спокойно посмотреть, вы уже настоящие мобильные фотографы. Спасибо вам, все, всем пока-пока. Так, все, на связи, если что, пишите.